Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кредитная организация нарушила антиотмывочное законодательство. В июле 2021 года арбитражный суд Башкортостана признал ее банкротом. Функции конкурсного управляющего возложили на агентство по страхованию вкладов. Производитель порошков из Башкортостана Эколи расширяет присутствие своей продукции в федеральных торговых сетях. Так в скором времени моющие средства дочернего предприятия башкирской содовой компании начнут продаваться в сети магазинов «Находка». Ведутся также переговоры с Лентой, Светофором и X5 Retail Group. Об этом РБК УФА рассказал директор по производству Эколи Геннадий Кузьмин. Такое положение дел в компании обуславливает возросшим спросом на продукцию. Для его покрытия, по словам генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, объем производства моющих средств увеличили втрое. Также в планах расширения продуктовой линейки. Уже проходит сертификацию детский порошок ТОБИ КИТС, который до закрытия Эколи в 2018 году был одним из самых востребованных в линейке. Прорабатывается возможность выпуска моющих средств премиум и эконом-сегментов. Сейчас же на производственных линиях компании фасуют продукцию под двумя брендами «Зефа» и «Луч». Мы, конечно, в ближайшее время еще расширим свой штат в связи с этими последними событиями. Дозакупимся сырьем и потребность Башкирии мы закроем точно. Постараемся закрыть объемы России. Ну а в дальнейшем сотрудничестве с нашими республиками СНГ мы тоже прорабатываем этот вопрос. Будем все делать по необходимости. Первую продукцию в пилотном режиме Эколи получила еще в апреле прошлого года. Тогда мощность производства составляла 500 тонн моющих средств в месяц. В перспективе же оборудование позволит выпускать до 40 тысяч тонн продукции в год. Возрожденное предприятие позволило создать 110 рабочих мест. Большую часть из них заняли сотрудники, работавшие там до закрытия. Более 250 земельных участков изымут в Уфе под строительство Межмуозовского студенческого кампуса. Это следует из документов, опубликованных Минстроем Республики. Они расположены в районе Архиерейки между стадионом Динамо и Башкирским госуниверситетом. Большая часть земли изымается с формулировкой для муниципальных нужд, оставшаяся часть для нужд республики. Все собственники получат денежную компенсацию. Среди них значится 210 физических лиц, а также несколько юридических, в числе которых Газпром и региональный фонд. Напомню, студенческий Межмуозовский кампус разместят на 125 тысячах квадратных метров. Строительство оценивается в 18 миллиардов рублей, из которых большая часть будет направлена из федерального бюджета. В Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку «Уфа». В торжественной церемонии приняли участие глава Республики Радихабиров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Строительство субмарины началось с 1 ноября 2019 года. На данный момент она готова на 90%. Оставшиеся работы будут проводиться уже на воде. После полной готовности корабль пройдет испытания и будет базироваться во Владивостоке. Экипаж судна будет состоять из 52 человек. Это особая мощь, это такая мощь, это очень приятно, что подводный крейсер называется «Уфа». Представляете, он будет бороздить просторы, защищать наши рубежи. Это боевой корабль Тихоокеанского флота, поэтому будем гордиться и будем заботиться о нем. Современные технологии позволяют субмарине совершать автономное плавание длительностью до 45 суток, а предельная глубина погружения 300 метров. Под водой лодка способна развивать скорость до 18 узлов, то есть до 33 км в час. Боевой корабль оснащен современной навигацией, автоматизированной системой управления, а также быстродействующим ракетным вооружением. «Уфа» является четвертой из шести подводных лодок данной серии, которая строят для Тихоокеанского флота России. Остальные пять также названы в честь российских городов. Башкортостан стал одним из самых упоминаемых в СМИ регионов России в контексте нацпроектов. С февраля республика поднялась с третьего на второе место в рейтинге медиалогии. Первую строчку второй раз подряд занял Краснодарский край. Тройку финалистов замкнула Нижегородская область, потеряв за месяц одну позицию. В этих регионах СМИ чаще всего упоминали об открытии учебной площадки «Фабрика офисных процессов», а также новых инициативах в рамках нацпроектов «Производительность труда» и «Безопасные качественные автомобильные дороги». В Башкортостане же газеты и телевидение по большей части интересовались индексом промышленного производства, а также внедрением в республики интеллектуальной транспортной системы и ремонтом дорог. У меня все к этому часу. Оставайтесь на РБК. РБК.